ракета-пушка-гонка любой мотоцикл произведен в японии ракета-пушка-гонка и любой мотоцикл который у вас между ног тоже ракета-пушка-гонка так сказал бы саня кипаса саня амиго братан мы тебя помним и никогда не забудем и будем помнить и такой ребят кратенький обзор этого мотоцикла в общем это хонда cbr-1000RR литровый спортвайк ну плюсы он валит короче плюсы просто одни сплошной плюс это ракета-пушка-гонка а как же о минусах ребят минус один есть здесь ребят это единственный минус сейчас я вам покажу это вот ребят смотрите это везде плюсы вот один минус вот один минус все больше минус у этого мотоцикла нету просто ракета-пушка-гонка вообще папа носик прикиньте ребят а он ракета пацаны взлетает смотрите вверх ракета байконур или самолет пикирует вниз наоборот нет по моему вверх и чью себе это за да тарата тарата не ребятки мотик вещь мотике к тебе не машина ну там какая пробка большая вообще жизнь а там а там были вообще сколько-то просматривается километров Равноверно 5, может быть, да, километров 5 просматривается точно. Вообще просто гатас. Вообще жескач. Жескач. Я понимаю, есть любители открыть двери на время стоянки, поэтому быстро мы не едем. Вот я не понимаю, фура щемит обочечников. Я что, обочечник, что ли? Я еду на мотоцикле, ты меня можешь спокойно пропустить. Или она просто так едет, выступая дорогу. Как-то ляха муха, камень. Вонять не могу. Ладно. Или они это что там договариваются, может быть? Странное движение. Странное. Что-то странное, там один на афуре какой-то едет, типок. По обочине двигается. Поеду-ка я потише. Или там авария. Кто там ходит? Там депции? Или что там, ребенок? Или что там, колесо? Нифига себе. Офигеть, все встали, прикиньте. И никто ведь не выйдет. Я в шоке, ребята. Я вот честного, я в шоке. Ведь можно же ехать, вот. Встречка же, свободная. Или у них митинг. Дальнобои. Тут не только дальнобои стоят. Что за прикол? Что за прикол, ребята? Расскажите мне. Я не врублюсь, если честно. Ну, да. Ну, да. Ну вот я конечно не пойму, если вот фура выйдет на обочину и как бы не даст мне проехать. Смысл? Я ведь на мотике еду. Нифига себе там пробка. Вот. Вот когда нужен мотоцикл. Вот когда нужен мотоцикл, да. Вот это попадосик. Там неужели, блин, караван, караван идет. Вообще жесть. Ага, вот там один выехал и стоит. Стоит, не дает, не дает он, короче, да. Ну в общем сильно-то я не поеду здесь. Может тоже резко кто-нибудь выехать на легковушке и подрезать меня. Или там ремонт дороги. Что-то знаки пошли с ремонтом дороги. Вообще даже движение ноль. Просто стоят. И не двигаются. Вообще попадосик. Не, ну тут можно простоять вообще целый день. А, там реверсивное движение. Понял. Теперь понял, в чем прикол. Тут пробка несколько километров, прикиньте, пацаны. Километров пять как минимум. Вообще жесть. А вон, ребят, самолет летит или ракета вверх. Но самолет вряд ли под таким уклоном будет лететь. Что-то летит там, да. Смотрите. Вообще жесть. Вообще нормально. Да, трешняк. Трешняк. Да, тут ракету запустили в натуре. Ребята, смотрите. Ракету запустили в небо. Или это самолет оклетит под 90 градусов. Неужели самолет? Найцы стоят. Да, ребятки, вы попали здорово. Вы попали просто жесть. Кому-то... Ну, вам точно стоять больше двух часов в пробке, это точно. Даже вот здесь уже, где я еду, я уже проехал, наверное, километров пять. Вам, ребят, точно стоять больше двух часов. Не портануло, конечно. Не портануло. Тот, кто хочет ехать в Самару, по этой трассе, ребята, не езжайте. Езжайте через Димитровград. Хотя там, я не знаю, это может быть еще хуже. Не знаю. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok